Лукашенко и его шпиц принимают парад, чиновники придумали нечеканную заборону, а силовики показали дивную математику. Витаемся про это наше новое, и сейчас мы все вам расскажем. Лукашенко не спит с Путиным, а его собака принимает парад. Учера Лукашенко приехал в Россию. В вечере прошли его перемоги с Путиным. После ободвы похвалились, что сидели до поздна и не спали аж до трех ночи. Что обмерковали – секрет, а не про некоторые темы догадаться можно. Найперше, это сумместное учение за працовку и применение ядерной зброи. Прошли так самые мероприемства с нагодой 10-ти годов Евразийского экономического союза. Правда, там Лукашенко в своем выступе в основном скардиусе. Моглял, союз есть, а для невыршенных проблем еще целая кипа. Так самую интересную деталь зауважили и российские журналисты. На посаджение Путин, Пашинян и некоторые иншие лидеры поднимались по лейсвеце, а вось Лукашенко вырышил скрыстаться лифтом. Деталь дробная, але вельми красамовная. Як бы пропаганда не лепилась его осилка, але час и взрост неумольно берут свое. Сегодня же Лукашенко поспел поглядеть и святочный парад в Москве. Причем перед парадом усе керовники держав Евразес ускладали к ветке до могилы неведомого солдата. И, как пишет Ксения Собчак, пока Люсии шли пехотую, Лукашенко, як и год тому, повезли до могилы на электромобиле. Правда, поздней пропаганда выкатила свою версию. Мовлял, Лукашенко всю дорогу ишу особна, бо заговорился с российским министром обороны Шайгу. Послезда Руси еще один курьез. Уже подчас параду. Невядомо чому, але Лукашенко притягнул на трибуны и своего шпицаумку. Правда, побачь с собой Лукашенко собаку саджать не стал. Умку тягала на руках особистая докторка Лукашенко Святлана Коношенко. И она уже не первый раз выполняет роль шпиц-службистки и приглядывает за махнатым сябром своего пациента. Не зрозумела, правда, на что в уголе было тягнуть того шпица в Москву и тем больше брать его на парад. Але это вопрос пока не открытым. Тимчасом у Беларуси отбывается святкование Дня Перамоги. По сумным российским прикладе, оно так само потиху перерастает соправдная победобесия. Дети в войсковой форме и раженные в солдат-бюджетники, советские стяги и ветераны сумневного взрослого. Ну и, конечно, червоно-зеленые символы. Шары, гальштуки, стяжки, букеты и все остальное. Помощник Лукашенки по Гродзенщине Юрий Карайо вывесил копию стяга Перамоги на мясцовом драмтеатре. А у Брестской крепости в уголе растягнули гигантский червоно-зеленый стяг. Але звертая на себе увагу не мегастях, а вот это человек у майцы с великой литрой зет. Это уродженец Беларуси, космонавт и сябр Лукашенки Олег Новицкий. Брестская крепость зауседу была святым местом, символом незломности и боротьбы с оккупантами. Лишь космонавт заявился туды, начапивши на грудзе символ новой войны и новых оккупантов чужой земли. А карамятаго у Беларуси все ж таки пройшли акции бессмертного полка. И это мероприемство, якое теперь объедно выву першую чергу прихельников русского света. И это вельми показальный момент. Ранее Лукашенко завсёды их заборонял. Мягко, осторожно, але расшуча. Теперь же по некой причине он отмываться уже не смог. Пришлось опрагнуться. И у вынеку по улицах Минска и Беларуских областных центров урочисто пройшли аматеры России. Лукашенко дал команду, его чиновники кинулись и ее выполнять. Недавно Лукашенко начал гучно бороться выпускниками. Мовлял, что за раскоша ездить на лимузинах, выпускные вечеры святкуются в ресторанах, треба это терминово заборонить. Это неправильно. Нам нельзя это культивировать. Нельзя нам это поддерживать. Это плохо, это отвратительно. Чиновники загадым их не навыканали. Днями они огучили, как теперь пропонуют развитваться со школой. Коли коротко, то всё по заповетах Лукашенко. Выпускные вечеры повинны проходить только в школах. Ни каких ресторанов, дискотекций, клубов. Коли в школе чемусь не отримливается, то выпускников запросят у активы зал Мясцового палаца культуры. Так само нельзя будет запрошать артистов и джейов. Всё должно быть недорого своими силами, а так само идеологично правильно. А последнее, это особое потребование чиновников. И не хочет, чтобы сценарии выпускных имели идеологическую основу. Цитата. Такие темы, как в 80-м годе вызволение Беларуси от немецко-фашистских захопников и год якости, знайдут свое адлюстрование в святе. Конец цитаты. До речи, что тычутся заборонены рестораны, то таки клопот мая и практичный сенс. Чиновники настойвают, как еженые выпускные замовляли у комбинатов школьного харчавания. Там навык распрацовали для этого однословое меню, как кажуть, с уликом всех пожаданий у школьников. А это значит, что деньги выпускников пойдут не в кишени предпринимателей, а в государственный бюджет. Под Смолевичем и школьница зладила погром на могилках. Заявилось видео, как шестиклассница забавляется на могилах, сопровождающих это матьюками. Что это было, не понимало. Но историей сразу зацикавилась милиция. Девчонку знали, теперь ее занимаются инспекторы по справах неполнолетних. Завести криминалку на школьницу не могут, потому что это всего только 12 лет. Занатто маленький взрослый. Но близкие до силовиков канала обещают, что у родителей девчонки ждет административная справа. Дикая история. У Подмосковья женщина тримала у рабстве шестерых белорусов, пятерых мужчин и женщину. И она забирала документы и телефоны, и примушала своих охвяр просить милостину на улице. Сама же контролировала, как ты не сбегли. Теперь женщину затримали. При ператрусе у ее дома знайшли таблички, на которых написаны просьбы об допомозе, гроши и документы. На россиянку завели криминалку за выкористание рабской працы. Теперь женщине погрожает до 10 годов. Нечеканная заборона от белорусских чиновников. Совет министров принял постанову, которая забороняет экспорт белорусской морквы и бураков. Решение будет денежать как минимум 3 месяцы. А далее чиновники будут думать, покидать как есть, альбо дозволить вывоз стратегичного бурака. Причины незвычайного решения тлумачиваются так. Это делается, цитата, в метах захования параметра удактрины национальной харчовой безопасности Республики Беларусь. Если перекласти на человеческую мову, то бураки и моркву не будут продавать за мяжу, чтобы с ними не было проблем внутри Беларуси. Генпрокуратура и математика. Теперь силовики огучили новые личбы охвер Беларуси из-за другой сусветной войны. И личбы, и логика подликов не чеканные. Ранее историки мерковали, что Беларусь сгубила от 1 миллиона 600 тысяч человек до 3 миллионов. Али Лукашенковская прокуратура легко переиграла в ученых. Мовляв, кали подличит дятей, якие не народилися, то личба выходит совсем иншая. И каб не было войны, теперь беларусское насельничество складало б 17 миллионов. Про это заявил Игорь Мороз, директор наукового практичного центра проблемы муцевания законностей и правопорадку Генпрокуратуры Беларуси. Правда, тут прокуроры трохи прокололися, бо такая логика може, ой, як далека их завести. Наприклад, за опошние 30 годов без усякой войны насельничество Беларуси скоротилось больше, чем на миллион человек. Может быть, варто завести криминалку из этой нагоды? Загадковая справа. Целую семью беларусов будут судить за здраду державе. У расклада судов заявилось имя Василя, Ларисы и Паула Прохоровых. Про их затримание стало вядомо у Снежни 23 года. Дочку Анастасию, яку затримливали разом с ними, подобно судить не будут. Уся семья Прохоровых жила у везцы Грабовка Гомельского района. Это за несколько километров от Межиз Украины и за 25 километров от Гомеля. Батько Василю Прохорову 54 годы. Он родом с города Чорнобиль, у яким находилась сумно вядомая атомная электростанция. Прохоров служил в десантных войсках, потом працавал на будовлях и подпрацовывал грузоперевозками, а так само вел невеликий блог. Лариса Прохорова – совсем не публичный человек. Она родилась в 1975 году в Грабовце, где прожила всю жизнь. Працавала санитаркой в мясцовой лекарне. Их с мужем сыну Павлу 27 годов. Он родился в Грабовце, працавал на будовле. Что такого сделали эти люди, покой никто не ведет. Разом с Прохоровыми по справе проходят еще двое человек, но про их в уголе ничего не введомо. Группа обвинувачивает по четырех артикулах. Сдрады державы, распаливание ворожисти, теворожниче, соединение экстремистской деятельности и недонесение про злочинство. Тепер вязковцам погрожает до 15-ти годов колонии. В Минске осудили известного доктора-неуролога Руслана Бадамшина. За первые 8 месяцев после выбора 2020 года Бадамшин аж пять разов был затриман. Его осудили и кидали на сутки. А Голомгин провел 63 дни под арештом. После всего его еще и звонили за РНПЦ, неврологии и неурохирургии за то, что спозднился на працу после выхода из изолятора. Но Руслан решил не съезжать и оставался в Беларуси. Скончилась Акепска. Его снова затримали в этом лютом и уже завели криминальную справу за уделу протестов. Теперь прошел суд. Руслану Бадамшину дали три годы хатной химии. Черговое затримание Святароу. Теперь схопили двух католицких клириков Павла Лемеха и Анджея Йохневича. Опошний з'является старшинем координационной группы настоятелев и представников монастских супольностей в Беларуси. Это кастельный орган, который занимается супрацей между монастскими орденами. По колью известно только то, что клириков схопили 8 мая после встречи Святароу и концы кровавных особ в Витебской деецизии в Шумилене. Докладные подставы затримания невыдумая. Протяг истории с гигантской змеёю Минским дворы. Учёры з'явилася вида, як молодая женщина выгульвая экзотичного годованца. А сёня стали въедумы новые подробязности. Оказалось, что гэта уда упомянувся сэм. Ён уже 10 годов живе в обычайной столичной квартире, али вельми любить гулять, калли тёпло. Девчины выносят сэма у двор, калли земля уже троху прогреется. Звычайно, у обед, типа вечерах. Господиня каже, что змея бескрытная. И до людей, и до собак ставится спокойно. Тому удава можно навод помацать. А у Гродзенским зоопарку злазили цырульню для верблюдзицы. Звычайно, на зиму живёло обрастают густое, тёплое полстю. С надыходом тепла у их починается весновая линька, а лишь не каторым приходится допомагать позбавиться от второй полсти. Гэтому ручную и займаются работники зоопарка. Вот такие новины. Подписывайтесь, оставьте свои лайки, будут лайки и выказывайте за ваги в комментариях. И, конечно, читайте нашу ниву, глядзите нашу ниву и любите Беларусь. До встречи завтра.